Код неисправности OBD2 Техническое описание, нарушение связи с усилителем звука B Что это означает? Это общий диагностический код неисправности системы связи, который применяется к большинству марок и моделей автомобилей OBD2 Этот код означает, что аудиоусилитель BA и SMB и другие модули управления на автомобиле не взаимодействуют друг с другом Схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шины SIN Без этой шины SIN модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может не получить информацию от автомобиля В зависимости от того, какая цепь затронута Аудиоусилитель B обычно расположен за приборной панелью, обычно в центре приборной панели, ближайшей к радио Хотя в некоторых случаях его можно найти в багажнике, он принимает входные данные от различных датчиков, некоторые из которых подключены напрямую к нему А большинство передаются по системе связи по шине Эти входы позволяют модулю управлять работой антенны, если она моторизована, поднимать и опускать Если используется для нескольких полос частот или операций, переключаться на разные операции M, FM, спутник, навигация Действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя Типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи Степень серьезности кода и симптомы серьезности в этом случае никогда не бывает серьезной Поскольку это устройство для удобства клиентов Отсутствие работы AESMB никоим образом не влияет на работу автомобиля Симптомы кода U0262 могут включать Радио не передает информации, нет звука, возможно пустой экран AESMB не включается, не работает Причины, обычно причиной установки этого кода являются Обрыв на шине SIN Plus или Цепь короткое замыкание на питании или массу в цепи шины SIN Отсутствие питания или заземления на модуле AESMB редко Неисправный модуль управления процедурой диагностики и ремонта Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания TSB для вашего конкретного автомобиля Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением Выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики Во-первых, обратите внимание, есть ли другие диагностические коды неисправностей Если какие-либо из них связаны со связью по шине или аккумулятором, зажиганием Сначала диагностируйте их Известно, что неправильный диагноз возникает Если вы диагностируете код U0262 до того, как какой-либо из основных кодов будет тщательно диагностирован и отклонен Если ваш диагностический прибор может получить доступ к кодам неисправности И единственный код, который вы получаете от других модулей, это U0262 Попробуйте получить доступ к аудиоусилителю BASMB Если вы можете получить доступ к кодам из EASMB, тогда код U0262 либо прерывистый, либо код памяти Если невозможно получить доступ к EASMB, значит, код U0262, который устанавливают другие модули, активен, и проблема уже существует Наиболее частая неисправность, это неисправность цепи, которая приводит к потере питания или заземления аудиоусилителя Б. Проверьте все предохранители, питающие модули и EASMB на этом автомобиле Проверьте все основания для EASMB Найдите на автомобиле точки крепления заземления и убедитесь, что эти соединения чистые и надежные Если необходимо, снимите их, возьмите небольшую щетку с проволочной щетиной и раствор пищевой соды, воды и очистите каждый из них, как разъем, так и место его соединения Если был произведен какой-либо ремонт, удалите диагностические коды неисправности из памяти и посмотрите, возвращается ли код U0262 или вы можете связаться с модулем EASMB Если код не возвращается или связь восстанавливается, скорее всего, проблема связана с предохранителями, соединениями Если код возвращается, найдите коммуникационные соединения SIN-шины на вашем автомобиле Наиболее важен разъем EASMB, который обычно расположен за приборной панелью, обычно в центре приборной панели, ближайший к радио, хотя в некоторых приложениях он может можно найти в багажнике Перед отсоединением разъема на модуле EASMB отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию При необходимости очистки клеммы используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной Дайте высохнуть и нанесите электротехническую смазку на контактные площадки Перед тем, как снова подключить разъемы к EASMB, выполните эти несколько проверок напряжения Вам потребуется доступ к цифровому вольтометру, двом Убедитесь, что у вас есть питание и заземление на EASMB Получите доступ к электрической схеме и определите, где основные источники питания и заземления входят в EASMB Подсоедините аккумулятор, прежде чем продолжить, при этом EASMB все еще отсоединен Подключите красный провод вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение батареи, входящему в разъем EASMB А черный провод вольтметра к хорошему заземлению, если не уверены, отрицательный полюс батареи всегда работает Вы должны увидеть значение напряжения батареи Убедитесь, что у вас есть веские основания Подключите красный провод вольтметра к плюсу батареи, B+, а черный провод, к каждой цепи заземления Еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении Если нет, устраните неисправность цепи питания или заземления Затем проверьте две цепи связи Найдите EASMB+, или MSSEN+, цепь EASMB, или MSSEN-цепь, подключив черный провод вольтметра к надежному заземлению Подключите красный провод к EASMB+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть напряжение около 0,5 В с небольшими колебаниями Затем подключите красный провод вольтметра к цепи SENB Вы должны увидеть примерно 4,4 В с небольшими колебаниями Если все тесты пройдены, а связь по-прежнему невозможна, или вам не удалось сбросить код неисправности U0262 Единственное, что можно сделать, это обратиться за помощью к обученному автомобильному диагносту Поскольку это будет указывать на сбой EASMB, большинство этих EASMB должны быть запрограммированы или откалиброваны для правильной установки автомобиля